Дорогие друзья, Церковь Господня, слава нашему Богу! Евангелие, Новый Завет говорит нам о том, что по своему воскресенью в течение 40 дней Иисус Христос являлся своим ученикам и говорил о своем воскресенье, говорил о Царстве Небесном. И поэтому в церковной традиции, это замечательная традиция, когда на протяжении этих дней мы по-особенному поздравляем друг друга и хотелось бы еще раз сказать вместе со всеми вами Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашему Богу! Перед нами замечательный хор, хотелось бы поблагодарить всех подростков и особенно их пап и мам. Это очень большое дело, когда наши дети видят, что мы не только их посылаем в церковь, но мы и сами приходим туда, и сами с ними проводим это служение. Это очень большое дело. Пускай Господь благословит вас. И для них это значит очень много. Действительно, уже третье служение, мы говорим о воскресении Христовом, потому что в христианстве это самый великий праздник. Не зря именно об этом дне испокон веков говорили, что это праздник праздников и торжество торжеств. Это что-то настолько высокое, прекрасное, могущественное, что об этом говорят постоянно на протяжении уже сотен лет. И это будет напоминаться во всю вечность, потому что это то, что дало нам жизнь и дало нам надежду. Наверное, не зря Лукавый с таким старанием пытается заглушить это, умолить значение этого события. И действительно, во многом ему это удается. Ведь подумайте, с каким размахом празднуется Рождество. За месяцы до Рождества уже музыка, украшения, все. Но почему бы не попраздновать рождение такого человека, который столько принес и столько вложил в историю человечества, что аж новая эра открылась. Ну а смерть, ну зачем говорить о грустном, да? И подумайте, что даже в любой стране, в любой стране празднуют дни рождения великих людей, которые что-то значили в истории той страны. Ну ни в одной стране не празднуют день смерти президента, разве что врага. Но празднуют дни рождения. А здесь же не просто смерть, но и воскресенье. И притом такое безразличие. Пасха, воскресный день. Уже понедельник. Было то воскресенье, не было. А уже вроде бы и разницы никакой нет. Когда-то, помните, в Советском Союзе всегда на Пасху, это обязательно субботник, уборка территории, это со школы, я помню еще даже, со школы это обязательно все должны. Это так строго было. И то собирались люди, три дня праздновали, и потом на протяжении долгого еще времени. А здесь один день, и уже такое безразличие, как-то встречаешь людей, такая удрученность, такая какая-то суета. Вроде бы ничего даже и не происходит. Ведь дело даже не в празднике самом. Ведь дело даже не в том, как мы встретили это. Ведь это распространяется и на всю жизнь человека. Казалось бы, такое событие, которое, ну, все должно перевернуть в жизни человека и дать радость, дать вдохновение, глаза гореть должны. И в то же самое время, столько уныния, какого-то безразличия, настолько человек прикован к этой земле. Что же особенно в воскресении? Почему мы должны святить этот день, напоминать друг другу об этом постоянно, говорить об этом, поднимать эти чувства, это осознание в душе своей. Почему без воскресения нет? Ни прощения грехов, ни жизни вечной. Казалось бы, ну, это же агнец, предназначенный от создания мира. Ну, смерть его, да. Вот заплачен за нас наш долг. Умер Христос. Ну, может, и достаточно на этом. Причем здесь воскресение? Что в этом для нас? Ну, для Христа понятно, воскрес. Но мы при чем здесь? Что в этом для нас? Почему о Христе сказано, что он первенец из умерших? Имена его Нового Завета. Что он Новый Адам. Что он первородный между братьями. Что это все значит для нас с вами сегодня? Когда мы постараемся хоть немного вникнуть в это, мы поймем, в чем значение воскресения Христова и как это отражается на нас с вами. Ведь это еще важнее. Что и какую перемену это должно внести в нашу с вами жизнь? И как нам теперь надо изменить свою жизнь, чтобы его воскресение было не только его, но и нашим с вами. Ведь это и есть цель наших служений, всех наших пений, проповедей, всего того, что здесь происходит. Не для того, чтобы просто собраться вместе, такой Christian Club, а для того, чтобы стать причастниками его естества. Чтобы он действительно стал первородный между братьями. Что же произошло в воскресении Иисуса Христа? В нескольких словах, и потом мы порассуждаем об этом. Через свою смерть и воскресение Христос восстановил поврежденную природу человека, которую он принял при своем рождении. И через это дал возможность нам, людям, рождаться от него. И через это рождение, через принятие нами его жизни, нам открылась возможность стать причастниками божеского естества, соединяясь с Богом. Очень важно проникнуться этим, для того, чтобы жить в обновленной жизни, а не в простой, плотской, старой жизни нашей. Ведь подумайте, в чем проблема вообще человека? И когда мы говорим о человеке, мы же не говорим о каком-то абстрактном человеке, что есть где-то на этой земле человек, и мы рассуждаем о его проблемах. Мы говорим о нас с вами, о нашей с вами жизни. В чем вообще проблема человека как такового? Проблема в том, что каждый из рожденных на эту землю, вот мы с вами, я, вы, рождаясь на эту землю, мы наследуем поврежденную природу человека. Мы уже рождаемся такими. Когда-то в древности первый человек, Адам своим непослушанием, неверием, непокорностью, грехом отлучил себя от жизни Божьей. Человек стал отделен от нее, отделен. И жизни Божьей не стало в этом человеке. Произошел разрыв Бога и человека. Человек не просто оскорбил Бога, не просто как-то вот своим непослушанием вызвал его гнев. Человек этим разорвал это соединение, и жизнь Божья ушла от человека. Человек продолжал жить, продолжал давать свою жизнь себе подобными, но жизни Божьей в человеке уже не стало. К чему это привело? Человек стал не просто смертным, не просто лишился жизни Божьей в себе, человек стал поврежденным. Поврежденным в своей природе, в своем естестве, in his nature, все стало повреждено. Это повреждение, оно имеет свои последствия. Это наклонность, это предрасположенность ко греху, которое принесло страдание, горе и смерть человеку. Чем дальше, чем дальше продолжало развиваться человечество, тем сильнее проявление этого повреждения. Не надо быть особо философом, чтобы это видеть. Это так очевидно и так ясно. Стало быстрее воздаяние за грех человеческий и безнадежность возвращения человека к Богу. Ведь подумайте, если еще к Каину, второй человек, третий человек рождается, еще к Каину звучит голос Божий. Господь говорит ему, смотри, грех у порога дверей лежит твоего, господствуй над ним. Этот человек слышит этот голос, он может понимать, к нему приходит это откровение. То чем дальше, тем безразличнее становится человек голосу Божьему. И мы открываем страницы Ветхого Завета, Бог напрямую обращается к человеку, и человеку все равно, он даже не слышит, не может понять. И поэтому написано, что закрыли сердце свое, глаза сомкнули, все, человек абсолютно стал безразличным голосу Божьему. И каждое последующее поколение, те, которые рождались после, они добавляли свой багаж, своих грехов и пороков к тому, который они приняли от этого первого повреждения, которое пришло от нашего прадца, от Адама. То, как прогрессировала эта болезнь, видно из Писания. Ведь подумайте, Адам, да, проявил непослушание, своеволие, неверие. Впрочем, сделав то, что такого особенного он сделал. Ну, сорвал запретный плод, ну, съел его. И, казалось бы, на сегодняшний день, по нашим стандартам, кто-то бы сказал, да неужели за это так надо наказывать человека? Ну, что же он такого особенного сделал? И хотя он жил после этого еще сотни лет, сотни лет жил Адам, о нем мы почти ничего не встречаем на страницах Писания. Два раза он еще упоминается. Один раз написано, что он родил сынов и дочерей, и второй раз его и навстречается, что, когда родился его внук, то Енос, то тогда начали призывать имя Господа. Все, больше ничего. Что он делал? Хорошее делал, плохое. Мы не знаем, просто об этом в Библии не написано. Но рождается у Адама сын, Каин. И скорость распространения, повреждения в сердце человека, ну, она просто ошеломляет нас. Он убивает своего брата. Ну, легко сказать, убивает своего брата. Вы знаете, как тяжело убить человека. Ведь это же не просто, просто так произошло. Это же не просто какая-то импульсивность. Что-то происходило в сердце этого человека. И когда мы посмотрим, что происходило в его душе, там была и зависть, коварство, ненависть, злоба, гордость, непримиримость, непокорность, вражда. И финал этому – убийство родного брата. Вы знаете, вопрос, откуда все это? Ну, откуда все это можно было набрать в свое сердце? Он что, холливудских фильмов насмотрелся? Он что, компьютер-геймс играл, и вот у него, знаете, накопилось все это? Откуда он мог это все взять? Всего несколько человек живет на этой земле. Тех, которые, еще отец его встречался с Богом, который приходил, чтобы общаться с ним в прохладе дня. И вот уже рождаются буквально его же дети. И уже что происходит? И в сердце человека это настолько захватывает, что приводит это к сознательному, преднамеренному, запланированному убийству родного брата. Это результат повреждения. Это результат повреждения. Человек стал предрасположен ко всему греховному с последствиями. И последствия эти печальны. И когда мы дальше смотрим в историю нашей с вами планеты, это то, откуда мы с вами вышли, это наши прародители, то картина становится еще хуже. Дошло до того, что из-за человека, из-за человека, Бог потопом уничтожает все живущее. Все живущее. Почему? Потому что от самого своего пробуждения до самого своего бессознательного состояния, Писание говорит нам, что человек мыслил только о том, чтобы делать плохо, только о том, чтобы делать зло. Извратила пути свои, всякая плоть. Каждый человек начал идти своим путем и дошел до того, что из-за человека земля была истреблена. Остается восемь душ. Казалось бы, такой урок получило человечество. Человек такой урок получил. Подумайте, что во всех, это сейчас уже историки, археология говорит, что во всех краях земли, на всех континентах, во всех племенах есть легенды о потопе. Говорили о том, каждый по-своему, с какими-то переменами, но одно и то же. Люди знали, что это произошло. Люди знали, что вот такое постигло человека за его поведение, за его жизнь, за сознательные поступки. И в то же самое время, одно поколение не проходит, и человек возвращается на то же самое. И Господь Бог, глядя на человека, говорит, что помышление сердца человеческого зло от юности его. От юности. От того времени, когда человек уже может сознательно принимать свои собственные решения и отвечать за них. они зло, и это зло не где-то, не откуда-то приходит, не откуда-то со дна достается, а в сердце человека. Новый Завет говорит об этом очень ясно, понятно, открыто Христос говорит, что ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, и это оскверняет человека, но исходит из сердца. А кто его туда, в это сердце ложит? Ну подумайте, ну кто из родителей, у меня есть дети, у вас, ну кто из нас, из родителей, воспитывает своих детей и говорит, вот это плохо, вот это плохо, делай это, чтобы оно, знаете, глубоко в твоем сердце поселилось. Да любой воспитатель, любое, как говорится, даже государство пытается что-то хорошее воспитать в человеке. И однако же, чем дальше, тем хуже, чем больше человек пытается насильной рукой или какими-то уговорами, философиями, как-то изменить человека, тем в худшее состояние он приходит. Дошли до того, что последнее столетие больше человек погибло от братоубийственных войн, где человек идет на человека, для того, чтобы уничтожить его. Но такого еще нигде не было. Подумать только, зайдешь в какой-то госпиталь, огромный, ведь все, наверное, переживают то же самое. И думаешь, ну какие огромные места, агрегаты, чтобы спасти человека, который и так уже старенький. Он, может, и так умрет через несколько лет. И сколько вкладывается в то, чтобы спасти вот эту душу и дать ей жизнь, хоть немного продлить. И потом думаешь, а какие же намного мощнее агрегаты армии, которые стоят друг против друга для того, чтобы забрать жизнь не у старенького, не у больного, а у молодого, взрослого, красивого человека, забрать эту жизнь. И чувствовать при этом не грех, чувствовать при этом не какое-то неправильное понимание, что я уничтожаю такого же, как я, а чувствовать при этом себя героем и получать от своей страны награду. За что? За то, что убил себе подобного. И после этого говорит, что человек, это хомо сепиан, это тот, который мыслит, мыслит в том, чтобы убивать и уничтожать подобного себе. Откуда это все приходит? Это из сердца, это последствия того повреждения, которое человек унаследовал от своего прадца и которому добавляется каждое поколение. И вот пришло и наш черед, и наше время. В чем же Евангелие Церкви Господней? В чем же Евангелие Иисуса Христа? Евангелие – это благая весть, это хорошая весть, которая возвещается человеку. В чем оно? В том, что в это безнадежно погибшее человечество, в это безнадежно погибшую землю пришел Спаситель Иисус Христос. И Писание говорит нам, что как росток из сухой земли. Подумайте, вот мы видим фотографии нашей планеты из космоса, она такая красивая, голубой цвет, там как-то зеленые листики, и все это просвечивается, и так приятно, красиво, но когда Библия говорит, то она говорит, что росток из сухой земли, из ничтожества, вот туда, в эту землю греховную падает жизнь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он приходит и принимает на себя нашу человеческую плоть, человеческую природу. Он познает все, кроме греха. Он познает, что такое усталость. Казалось бы, ученики, которые были некоторые старше, чем он, они могут еще грибсти в лодке, там буря какая-то, он уже настолько уставший, что он в этом может спать даже, потому что настолько изниможен организм. Он понимает, что такое голод, он понимает, что такое жажда, он понимает, что такое насилие, когда его начинают бить, он понимает, что такое предательство, все то, что, как говорится, пучок человеческого состояния, все это обрушивается на него, потому что он принимает наше с вами естество во всем, кроме греха. И в своей покорности Богу идет на страшную смерть и через свои страдания, смерть и воскресение он восстанавливает природу человека. Ну в ком? Что в человечестве? В общем, да нет, конечно же, человечество, какое было, такое и осталось. В каком-то отдельном человеке, да нет, все люди такие же, похожие друг на друга. Он восстанавливает это в себе самом. В нем восстанавливается эта природа человека, которую он принял порочную и сделал из нее совершенную, божественную. И через это становится первенец из умерших. Новый Адам первородный между братьями. Он совершенно отличается от всех тех, которые воскресали до него. Он совершенно отличается от тех, которых воскрешал он сам. Ведь подумайте, те люди, которые пережили воскресенье от самого Христа, их же природа не изменилась. Они же оставались такими же людьми, как и до этого. Они так и дальше знали, что такое болезнь. Они так и дальше нуждались в пище. Им так же надо было идти на работу, заботиться о своей семье, заботиться о семье, о себе самом, о своем теле. А потом, скорее всего, они заболевали и потом умирали, как умирают все остальные люди. Перемена Христа по воскресенье, она не просто уникальна. Такого не было ни до, ни после. То, что произошло со Христом, он действительно первенец из умерших. Подумайте, тот, который приходит к своим ученикам по воскресенье своем, это то, о чем мы напоминаем каждый раз на Пасху. Он показывает свои руки, он показывает и говорит Фоме, подойди, Фома, ты не веришь, подойди, вложи свою руку в рану мою, ты увидишь, дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня. Эти люди продолжают не верить, он говорит, дайте мне пищу, он есть перед ними, они убеждаются, это Христос, это тот, который ходил рядом с нами. И в то же самое время он проходит через стены, над ним не имеет никакой власти, законы, природы, которые имеют над обычным, простым человеком. Он разделяет пищу со своими учениками, которые сидят, шли в Маус, сели с ним, и вдруг он становится невидим для них, потому что над ним не имеет власти ни времени, ни расстояния, ни земная сила притяжения, это совершенно другой человек. Это наш Господь в воскресшем, восстановленном теле, которое он восстановил в себе самом, и через это дает возможность и нам с вами приобщиться к этому, рождаясь в нас, и мы имеем возможность рождаться от Него. Вы знаете, каким он показал себя Иоанну на острове Патмос, это вообще не входит ни в какое понимание, это трудно себе представить, это то, что произошло с нашим Господом. Кто-то может сказать, ну что же в этом для нас? Ну, замечательно, замечательно, я так рад, что с Господом, с Иисусом Христом это произошло, что в этом для нас? Восстановив себе саму природу, естества человека, он дает возможность нам, людям, рождаться от Него. Он призывает человека, приходи ко мне, и как от Адама, как от наших родителей, мы наследовали их естество, их природа, их сущность, мы даже похожи на наших родителей. Так, и рождаясь от Христа, мы принимаем Его жизнь, мы становимся частью, и мы наследуем все то, что Он приготовил для церкви своей, для любящих Его, ведь это же так заметно, это же так очевидно, когда, скажем, рождается ребенок в семью наркомана, пьяницы, или развратного человека, не надо быть прозорливцем, не надо быть пророком, не надо быть даже особо умным человеком, предсказать, как пойдет жизнь этого человека, и мы не удивимся, что от таких людей рождаются поврежденные дети, потому что, ну, вот такие родители, вот такое наследие они дали своим детям, но не только это, рождается человек в благочестивую семью, родители вкладывают все самое лучшее в жизнь и душу этого маленького ребеночка, ведут его с самых, как говорится, еще ходить не может, приходят, здесь служителя молятся, здесь с самого детства приносят собрание, пытаются привить все доброе и хорошее, это замечательно, это правильно, так и должно быть, но со всем этим, но со всем этим никто не дает гарантию до определенного времени, почему? Потому что для полной перемены хорошего воспитания мало, надо, чтобы произошло рождение свыше, надо, чтобы жизнь Божья поселилась в человеке и тогда, когда эта жизнь поселяется и человек прилагает старания к тому, чтобы эта жизнь, это семя прорастало в душе человека, есть не просто возможность, а есть полная уверенность, что Господь спасет эту душу, что Господь возьмет к себе это чадо, которое приняло его жизнь и без этого рождения, без этого возрождения души, даже самое лучшее воспитание, оно имеет свой предел, оно имеет свой предел, ведь мы же сами это видим, те, которые были отличниками в воскресной школе, те, которые вроде бы с самого детства были в церкви, а некоторых из них сейчас пишут, что вот зависимость, в церковь не ходит, еще что-то, родители вложили все, что могли, но все равно приходит время, когда, вы знаете, сегодня подростки ведут это служение, поэтому я специально говорю об этом, ведь я понимаю, что здесь сидят много людей, которые даже намного старше и понимают лучше, но я говорю об этом, чтобы они услышали, и может быть папа и мама как-то об этом больше говорить в своем доме для своих детей, что со всем этим пока не приходит возрождение, пока не рождается свыше, это еще не значит, что если папа и мама вложили все в воспитание этого ребеночка, что вот теперь он ангелом станет, нет, нуждается в новой жизни от Христа, нуждается в том, чтобы родился свыше, и когда это семя западает в душу, вот тогда мы видим перемену, вы знаете, я не разу это видел по молодежи, я видел это в своей жизни, я видел это в жизни других людей, с родителями говоришь, вот они говорят, что вот ходит мой ребенок, вот как-то и заставляешь его Библию читать, как-то заставляешь его в собрании, все, а потом слышишь, приходит такой возраст, и слышишь, он закрывается в комнату, начинает там молиться, начинает сам Библию читать, какой-то интерес, новая жизнь пробуждается, и с этого времени, с этой поры родители становятся спокойными из-за своих детей, родился свыше, его уже не надо заставлять, ну и ты же иди в собрание, давай все, а не хочешь, пойдешь и все, нет, ребенок сам хочет, этот молодой человек уже сам хочет, сам идет, и потом смотришь, вроде бы молодой, откуда у него желание, то на миссию, то в библейский калыч, то какое-то служение, но есть желание это, откуда оно берется, кто его научил этому, это воспитание родительское, это рождение свыше, которое дает, это внутреннее желание, потом смотришь, вроде бы молодой человек, но он уже настолько тверд, в своем убеждении, да там весь мир на него обрушится, он устоит в вере, история церкви неоднократно говорит о том, как хрупкие девушки, ребята молодые, могли от всего отказаться и пойти даже на собственную смерть, и при этом не отказаться от Христа, откуда такая уверенность, откуда такая внутренняя сила, это жизнь Божья внутри человека, слава нашему Господу, это то, чего мы ожидаем от молодых людей, молодежи, это то, что мы как родители ожидаем от вас, ну кто-то скажет, ну так я же тоже хочу этого, если ты хочешь этого, пойми, что Бог хочет этого намного больше, и Господь не прячется, Господь не где-то за облаками, Он умер за тебя, и Он все сделает для того, чтобы это произошло в тебе, Господь ищет нас, Господь ходит в жизни нашей, Он всю нашу жизнь раскладывает именно так, чтобы человек познал Его, Господь не убегает от нас, Он не прячется, Он ищет, чтобы показать Себя нам, и только от нас зависит то, что мы делаем для того, чтобы Его действительно найти, вот почему так важно воскресение, потому что, если бы Христос не воскрес, то не было бы, от кого родиться нам с вами, если бы Христос не воскрес, то не было бы второго Адама, если бы Христос не воскрес, то не было бы первородного между братьями, не было бы от кого нам взять эту жизнь, потому что человек жизнь принимает только от человека, и наш Господь это 100% человек и 100% Бог, и Он открывает Себя и дает нам с вами эту возможность, и подумать только, вот мы сидим здесь в зале, и я такой же, как и вы, и мы все понимаем, но не видели мы ничего лучшего, и я себе не раз представляю, что будет в тот момент, когда последний вздох наш на этой земле, когда все изменится, и вдруг человек увидит, оказывается, в то, в чем я сомневался, я даже не знал, ну как оно будет, станет настолько реальным, и ты увидишь рядом с собой своего Господа, вот представьте себе, человека, ну мы, мы даже перед людьми не видим себя совершенными, а там станешь перед всемогущим Богом, Отцом, какое состояние трепета, ужаса, своего недостоинства побудет наполнять человека, и вот видишь, идет Христос, тот, который первородный между братьями, который говорит, вот тот, за которого я умирал, вот тот, в которого я вложил свою жизнь, он мой брат, какая это милость Божья к нам, слава нашему Господу, это то, что ожидает христианина, это то, что ожидает тех, которые поверовали и пошли за Христом, это великая Божья милость, и это все стало возможным, потому что Христос воскрес, потому что своей жизнью Он дает жизнь нам с вами, и у нас есть надежда, мы не безнадежно потерянные в этом мире, в нашу жизнь ввеляется сам Господь, и важно только, и в заключении хотелось бы сказать, важно только беречь эту жизнь, дать ей возможность прорасти, поэтому мы собираемся в собрание, поэтому мы постоянно говорим, надо молиться, надо Библию читать, надо служить Господу, надо так повернуть свою жизнь, чтобы вот это семя жизни Божьей, которое в тебе могло не просто прорасти, а заполнить все твое существо, и чтобы беспрепятственно войти в жизнь вечную, это великая Божья милость, и поэтому еще раз в заключении этого собрания хотел бы вместе с вами сказать, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Давайте помолимся, прославим Господа и помолимся за наших молодых людей, за наших подростков и детей, благословляем имя Твое, наш Господь! Спасибо! Спасибо! Спасибо!